В эфире телеканала Круг Новости с обзором наиболее интересных событий к этому часу журналисты информационной службы и я, Александр Катунцев. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. В доме-памятнике архитектуры, расположенном на улице Екатерининская, 8, так и не начался обещанный городскими властями ремонт. Городской совет продолжает нечестную игру. Депутаты пытались втихаря вынести на сессию вопрос о смене застройщика жилищного комплекса «Золотой берег». В Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского состоялась презентация книги. Донбасс у вагни путевны к зону и конфликту. Как известно, на ремонт рухнувшего фасада здания, расположенного по адресу Екатерининская, 8, имеющего статус «Дома памятника архитектуры», чиновники выделили 200 тысяч гривен. Такое решение было принято в ходе последнего заседания исполнительного комитета 30 марта. Прошла неделя, а восстановительные работы так и не начались. Тем временем разрушение памятника архитектуры продолжается. Фасад этого красивейшего здания рухнул еще в конце марта. Причем рухнул вполне ожидаемо. Дом памятника архитектуры, расположенный по адресу Екатерининская, 8, уже давно трещал по швам. По стенам змеились глубокие трещины, отваливались куски карнизов и прочие архитектурные излишества, присущие дореволюционному зодчеству. Как бы дом намекал на то, что пора бы обратить внимание на аварийное состояние памятника, находящегося под охраной государства. Но наша мэрия намеков не понимает. И не дождавшись взаимности от городских властей, дом разрушился. Разумеется, городское руководство тут же бросилось лично инспектировать памятные останки. Чиновники охали-ахали и, честно глядя в глазки видеокамер, обещали тотчас заняться ремонтом. Они и раньше хотели, но дом зараза почему-то не дождался в своей очереди. В ходе последнего исполкома чиновники приняли решение о выделении на ремонт дома памятника в основной суммы целых 200 тысяч гривен. За прошедшую после этого судьбоносного решения неделю здесь даже установили леса, но сами работы почему-то так и не начались. Свою версию странного проведения ремонта здания на Екатериненской выдвинули журналисты интернет-издания «Избирком». В частности, СМИ удалось выяснить, что на самом деле слухи о желании мэрии провести там ремонт еще до обрушения здания оказались сильно преувеличены. Изначально вообще ничего выделять не предполагалось, и список подлежащих ремонту домов восьмой номер оказался внесен задним числом через четыре дня после обрушения. При этом, как сообщает «Избирком», чиновники признаются, что знали об аварийном состоянии дома, сооруженного в 1910 году еще в конце февраля сего года. Так, 21 февраля состоялось рабочее совещание с участием сотрудников мэрии и подрядной организации РСУ «Одессглавснаб». Его участники составили акт осмотра дефектов, возникших в несущих и ограждающих конструкциях крыши фасадного флигеля жилого дома «Рассель-дель-Турка». В протоколе говорится, техническая ситуация близка к аварийной, которая может привести к внезапному обрушению. Требуются незамедлительные противоаварийные мероприятия по усилению стены парапета, включающей перекладку угловых частей, с увязкой их с боковыми стенами и обеспечением герметичности от проникновения атмосферных осадков. Позже, 24 февраля, был составлен акт утери первичного вида памятника архитектуры местного значения. То есть официально зафиксирован факт аварийности дома и необходимость срочного его ремонта. Но на мартовской сессии почему-то этот вопрос так и не был рассмотрен. Видимо, не посчитали нужным. В отличие, например, от ремонта здания прокуратуры Дерибасовская-4, на что планируется выделить, нет, не жалкие 200 тысяч, а округленькие 20 миллионов. Это объект культурного наследия, который является памятником архитектуры и занесен в государственный реестр. Тогда я задам еще один вопрос. Сколько у нас еще других памятников архитектуры, кроме Дерибасовской-4, которые тоже требуют ремонта, но не являются зданием обл. прокуратуры, поэтому не выделяется 20 миллионов. 20 миллионов на один объект. Причем, в отличие, например, от той же Екатерининской-8, никакого проекта, экспертизы или любых других документов, на основании которых и принимается решение выделения казенных денег на ремонт того или иного здания, никто до сих пор не видел. Как никто не видел до сих пор официального документа, что дом по Екатерининской-8 включен в перечень ремонтируемых объектов. То есть обещания есть, но пока только на словах. И, кстати, о словах. Удивительный комментарий по поводу разрушающихся домов в центре Одессы, в том числе на той же Екатерининской, где, в принципе, готовы завалиться все здания в любой момент, дал вице-мэр, отвечающий за строительные работы, Петр Рябаконь. На вопрос журналиста, когда, наконец, хотя бы обследуется на предмет ремонтной нужды дома на Екатерининской, вице-мэр, не моргнув глазом, заявил, что ответственность за отсутствие ремонтов и, как следствие, разрушение домов несут сами одесситы, которые в этих домах проживают. Они входят все в ареал. Давайте говорить не только об ответственности города, но и говорить об ответственности людей, которые там проживают, в этих квартирах. Действительно, все квартиры там частные. Да, дома находятся на балансе ЖКС. На сегодняшний день, вы знаете, законодательство рано или поздно приведет к тому, что будет все-таки создано СМД, и они создаются очень активно, в основном это, конечно, в спальных районах города, и также либо будут предложены людям управляющие компании. Поэтому на сегодняшний день будем говорить так, что немножко чувствуется абсолютный холодок и отношение тех людей, которые проживают в этих домах по отношению к своему жилищу. То есть, либо они ждут, что оно действительно упадет и прибежит, городская власть за свой будет что-то делать. Нет, ну правда, какое возмутительное поведение граждан, ждущих, что городская власть прибежит и будет что-то делать. Не дождетесь. Холодок, говорите, Петр Моисеевич, нет, мороз по коже. А такого отношения мэрии и к людям, и к историческому достоянию, и к самой Одессе, мэрское отношение, можно сказать. А впрочем, какой мэр, такие чиновники. Одесский городской совет сделал еще одну попытку обмануть инвесторов жилищного комплекса «Золотой берег». Только позавчера два вице-мэра пообещали найти компромиссное решение. Вместо этого чиновники и депутаты продолжают тайно сотрудничать с бизнесом. Сбор возмущенных инвесторов «Золотого берега» спровоцировала депутатская комиссия по долевому участию заказчика в развитии инфраструктуры города. На заседании готовили вопросы к очередной сессии горсовета 26 апреля. Просочилась информация о том, что незавершенный объект собираются передать новому застройщику без согласия вкладчиков жилищного комплекса. Несмотря на нашу встречу, которая произошла позавчера и обещание двух вице-мэров начать заниматься конкретно вопросом и попытками кооператива морской получить аренду земли, вчера в повестке дня рабочей группы по доле города возник вопрос о передаче ответственности ООО «Добробута», это того несостоявшегося застройщика, который за 11 лет так ничего и не построил, на кооператив морской. Инициативная группа вызвала одного из участников заседания и потребовала довести до комиссии мнение инвесторов. Проходящий мимо первый заместитель городского головы Анатолий Орловский сделал вид, будто понятия не имеет о том, как обстоит дело на стройплощадке «Золотого берега» и что намерены делать мэрия. Те лица, которые отвечают за этот вопрос и ответят на все вопросы журналистов, инвесторов. Инвесторам предложили подождать окончание заседания профильной комиссии в кинозале. Как видно, депутаты поняли, что лучше не обыстрять конфликт, хотя бы сейчас. Если человек обратил, то есть обратилось предприятие, мы обязаны либо его рассмотреть, либо не рассмотреть, но аргументированно ответить отказом. Сегодня произошло вторая ситуация, все вопрос даже не распадает, что вопрос был снят, все. Решение депутатской комиссии мало что значит. Вопрос могут внести в повестку дня сессии уже во время заседания с голоса. Такая практика в Одесском горсовете процветает. И послушные Геннадию Труханову депутаты проголосуют как надо. Тогда инвесторам придется обжаловать решение, как говорится, в законном порядке. Уже сегодня они подписали коллективное заявление в областную прокуратуру по факту бездействия полицейского следствия. В начале этого года был назначен новый следователь. Шестой за полтора года, последние полтора года, в течение которых якобы активизировалось это следствие, находящееся в следственном управлении области. Но за эти три месяца так и не было арестована стройка. Квартиры, активы, офисы, за которые можно было бы достроить дом, не снимая с людей доплат, распродаются. Более того, есть факты, что люди находили в продаже свои квартиры. Инвесторам «Золотого берега» уже приходилось обращаться в областную прокуратуру. Это никак не подвинуло дело. Надежды и теперь мало. Есть вполне обоснованное подозрение, что следствие затягивается искусственно. Александр Виноградов, Сергей Коняхин, телекомпания «Круг». Общественный активист Игорь Бычков подал заявление в Главное управление национальной полиции в Одесской области о совершенном криминальном правонарушении в тендерной процедуре при проведении торгов по ремонту Тираспольской площади в городе Одесса, который выиграла компания «Пикстрой». Интересная ситуация сложилась в Одессе за время правления нынешнего мэра Геннадия Леонидовича. Все масштабные тендеры на проведение ремонтных и реконструктных работ, проводимых в городе при нынешнем городском голове с завидным постоянством, по очереди выигрывают две компании. Это «Пикстрой» и «Росдорстрой». Причем обе эти компании, как утверждают общественники, имеют отношение к мэру и его близкому окружению. «Вообще у нас интересная ситуация в Одессе. Такое впечатление, что у нас только две компании. Это компания «Росдорстрой» и компания «Пикстрой», которые постоянно выигрывают тендеры, но по очереди. Чаще, правда, компания «Пикстрой», наверное, потому что она вроде как ближе к нашему мэру находится. Тендер на производство работ на ремонт Пересопского моста выиграла компания «Росдорстрой». Ремонт моста «Коцеба» выиграла компания «Росдорстрой». Ремонт Преображенской улицы на сегодня, от Тираспольской площади, то есть от Жуковского до Софийской, выиграла тоже компания «Росдорстрой». В данном случае там две суммы – 81 миллион и 88 миллионов, то есть порядка 170 миллионов денег городского бюджета. И опять же достаются одной компании такое впечатление, что других компаний ни в Одессе, ни в Украине, ни у наших каких-то зарубежных партнеров нет. На этот раз очередной сомнительный тендер на проведение реконструкции Тираспольской площади, заявленной стоимостью почти в 42 миллиона гривен, удалось выиграть компании «Пикстрой». В тендере, как обычно, принимали участие уже две вышеупомянутые строительные компании, которым на этот раз присоединилось общество «Тирас», чье участие, скорее, принимает больше формальный характер. Компания «Тирас» всегда, ну или почти всегда принимает участие в тендерах и никогда их не выигрывает. Возникает вопрос, для чего? Ну, наверное, чтобы красиво было. Примечательным фактом также являются признаки связанности компаний «Пикстрой» и «Росдорстрой». А именно тот факт, что руководитель компании «Пикстрой», депутат городского совета Мария Лазовенко и один из руководителей компании «Росдорстрой» Геннадий Киосе в одно время имели один и тот же адрес проживания. Есть обстоятельства, что свидетельствует про связанность товариства «Пикстрой» и товариства «Росдорстрой». А именно среди спецосновников товариства «Автомагистраль», руководителем Марии Лазовенко, руководителя Шумахера Натальи Миколаевна, дружина Шумахера Юрия Борисовича, одного из кинцевых бенефициров товариства «Росдорстрой». То есть это связанные между собой компании, которые по очереди выигрывают тендеры у нас в Одессе. Связь двух компаний между собой позволяет говорить о нарушении тендерного законодательства Украины. И после подачи заявления полиция должна будет заняться расследованием профессионально. Денис Шацилов, Вячеслав Попелёк, Телеканал Круг. «Будь умным» – так называется проект, презентованный Одесской областной государственной администрацией, одесским школьникам, цель которого – помощь в подготовке к внешнему независимому оцениванию. Впервые в Украине это можно будет сделать в режиме онлайн. Учиться, учиться и еще раз учиться. Впервые одесские школьники получили возможность подготовиться к предстоящему тестированию ВНО в онлайн-режиме. Это значит, что теперь любой выпускник старших классов сможет подтянуть собственную успеваемость, что называется, не отходя от кассы, то есть от компьютера, в любое время суток и абсолютно бесплатно. Сама программа носит название «Будь умным» и направлена на повышение уровня образования у подрастающего поколения. Как рассказал презентовавший этот проект губернатор Одесской области Максим Степанов, эта инициатива как нельзя актуальна. Ведь по успешности сдачи ВНО наша область занимает непочетное третье место, причем снизу. Последние несколько лет стабильно занимая 22 место из 25. Мы вважаем, что 12 тысяч выпускников школ Одесской области смогут подготовиться и скласти ВНО набагато краще, чем это было в прошлом году. Поэтому я еще прошу всех освятян, всех керевников освятных закладов Одесской области, вас, шановные засоби массовой информации, максимально поширить информацию на эту речь. Это важно, это важно для всех нас. Мы же с вами понимаем, что с бестоличами мы страну не побудуем, правда? Онлайн-программа охватывает полностью всю школьную программу. Имеются видеолекции по разным предметам с иллюстрациями, схемами и картами. Предусмотрены индивидуальные графики обучения, а также тренировки по всем типам тестов, которые используются при ВНО. В общем, от самих школьников нужно только одно – желание. К слову, испытать собственные интеллектуальные силы ребята могли здесь же, поучаствовав в викторине, основанной на тестах ВНО. Вел игру ведущий украинской версии программы «Что, где, когда» Александр Андросов. Сегодня нашим гостям будет предложено 10 заданий, два блока по 5 заданий. В каждом из заданий будет два типа вопросов. Один тип вопросов повторяет то, что им предстоит пройти в рамках ЗНО. Вопросы и пять вариантов ответа. А второй под вопрос, под этим же номером – это утверждение, построенное по принципу «Верю-не верю». В качестве призов, сертификаты на обучение и, как в старые добрые времена, интеллектуального казино «Что, где, когда» – книги, с помощью которых, кажется, и можно открыть секрет, как же стать умным. Я думаю, в этом нет никакого секрета. Прежде всего, развиваться, саморазвитие. Читать побольше. Ну и, конечно, там, не знаю, видосики какие-то смотреть. Это дураком можно родиться, а чтобы стать умным, человеку необходимо приложить ряд усилий, в том числе умственных. Высшее образование и высокая образованность – вот то, к чему необходимо стремиться, просто чтобы не остаться в дураках. Начальник главного управления национальной полиции в Одесской области совершил рабочую поездку в город Болград, где встретился с командирами сводного отряда подразделений Нацгвардии Украины, представителями районной власти и органов местного самоуправления, с которыми обсудили вопросы сотрудничества по поддержанию общественного порядка в районе. В рамках рабочей поездки в город Болград главе главного управления национальной полиции в Одесской области удалось достичь немаловажных результатов. Во время встречи Дмитрий Головин обратился к жителям района с просьбой с пониманием отнестись к мероприятиям, проводимых правоохранительными органами, ведь они направлены на борьбу с проявлением преступности и предупреждением правонарушений. В ходе визита руководители полиции Одесской области посетили место расположения нацгвардейцев, осмотрели условия их проживания и оценили готовность бойцов к несению службы. В завершении рабочей поездки Дмитрий Головин провел рабочее совещание с руководителями полиции Болградского и Измаильского районов и руководством сводного отряда Нацгвардии, на котором были обсуждены вопросы патрулирования территории района, как мобильными группами, так и сложившимися общими группами из числа бойцов Нацгвардии и работников районного отделения полиции. Будут разработаны общие маршруты патрулирования в системе единой дислокации. Помимо того, что будут группы быстрого ориентирования полицейских, также будут усиленные наряды в арте, которые будут патрулировать либо в одну смену, либо в две смены, как в пешем режиме, так и на автомобилях. Также это связано и с обеспечением учреждения охраны государственной комитации. В Юге области мы считаем, что необходимо нахождение гвардии для совместного патрулирования и обеспечения, в первую очередь, публичного порядка. Люди это оценят. В Одесской областной универсальной научной библиотеке имени Михаила Грушевского состоялась презентация книги «Донбасс у вогни. Путевны к зону и конфликту». Эта книга – своеобразный путеводитель по Донбассу, содержит краткую хронику боевых действий 2014-2016 годов и приводит доказательства участия Российской Федерации в войне против Украины. «Донбасс у вогни. Путевны к зону и конфликту». Эта книга, созданная Центром исследования безопасностной среды «Приметей». Издание рассказывает о военном конфликте на востоке Украины, содержит боевую хронику событий 2014-2016 года, освещает основные факты про историю, географию и население территории Донбасса. Книга содержит много полезной информации для журналистов, экспертов, членов наблюдательных миссий, которые непосредственно работают в зоне боевых действий на востоке Украины. «Вин у нас виданий, цей путевник, п'ятьма мовами – російсько-українська, англійська, німецька, французька. Витоки, причини, наслідки, певний перебіг військового конфлікту, він у нас тут зазначено помісячно, починаючи з активних подій 2014-го року, навіть з кримської окупації і до сьогодення у нас коротко описаний перебіг військових дій». «У нас в країні, в державі точніше, немає офіційної державної ідеології. Ми боремося за те, щоб ми були демократичним суспільством, але на чомусь мусить триматися ідентичність наших громадян – національна, державна. На чому вона може триматися? Ну і практика показує, що переважно на баченні минулого нашої країни, на баченні історії України, на знанні про історію України. І це допомагає людині, бачучи, як внаслідок чого, протягом століття, як жив наш народ, як він живе сьогодні і чого б він хотів досягти в майбутньому, враховуючи помилки минулого. Все це дає лише інформація про історію України». На сьогоднішній день в високій ситуації, уже в відкритому воєнному інформаційному конфлікті з російською агресією і пропагандою народу України необхідно знати історію розвиття і становління своєї нації. Наш випуск новостей подошел к концу. Далі інформація синоптиків о погоді, а я напоминаю, що новости телекомпании «Круг» всегда доступны онлайн по адресу «Круг.ком.юэй». Якщо ви стали свидетелями резонансних событий, інформируйте наших журналистів. Обо всем важному і інтересному, сообщайте в редакцію по номеру телефона 34 00 76. Все вам наилучшого і до встречи в ефірі. Субтитрувальниця Оля Шор